Уважаемая Юлия Викторовна, уважаемые коллеги, каждый язык является отражением культуры определенного этноса. Знания, полученные на протяжении жизни, складываются в сознании человека в единую систему, называемую в научной литературе картиной мира. Картина мира, как системный образ мира, является результатом всей духовной жизни человека, формирование которой принимают участие все стороны его деятельности. При рассмотрении понятия языковая картина мира учитываются средства, которыми располагает тот или иной язык, это структурный инвентарь, типы значений, выражаемых разноярусными языковыми единицами, семантический инвентарь, способы комбинирования одноярусных языковых единиц, грамматика, способы символизации языковых значений, номинация. Языковая картина мира является собой системой образов, понятий, эталонов, стереотипов и символов, которые представляют знания определенного народа об окружающем мире. Данные знания, полученные в процессе познавательной деятельности человека, оцениваются им согласно предпочтениям и нормам общества и фиксируются значения языковых единиц. Языковая картина мира создается номинативными, функциональными, образными средствами, фоносемантикой языка. Особую роль в создании языковой картины мира играют диалектизмы. Само понятие диалект имеет множество определений. По мнению Касаткина, диалект – дисформа данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными те с ней территориальной, социальной или профессиональной общностью. В ашкинской языковой картине мира данный пласт лексики отражен в работах Азнабаева, Акбулатовой, Баишева, Бухаровой, Гарипова, Дельмухаметова, Дмитриева, Ишбулатова, Киикбаева, Максютовой, Ишбердина, Галяуддинова, Миржановой, Надругулова, Хисамеддиновой, Халиковой, Шахисламовой, Шакурова, Юлдашева и другие. Башкинский язык состоит из трех диалектов – восточного, южного и северо-западного. Северо-западный диалект башкинского языка представляет народно-разговорный язык башкир, проживающих компактными группами на северо-западе республики Башкортостан, в основном Караедельском, Аскинском, Болтачевском, Татышлинском, Бураевском, Янаульском, Краснокамском, Дюртюлинском, Ильишевском, Туймазинском и других районов. За пределами республики Ганинские башкиры живут в Бардымском, частью в соседних с ним Коединском, Осинском, Пермском, Чернушкинском районах Пермской области. А Нижнебельские и Иллские башкиры были расселены в Азнакаевском, Актанышском, Агрыском, Мензелинском, Гуслюмском и других районах республики Татарстан. Изучение языка северо-западных башкир было начато русскими учеными во второй половине XIX века. Ценными являются труды Бессонова, Катанова, Дмитриева. В последующие годы проблема языка северо-западных башкир была освещена в работах Юлдашева, Гарипова. В 1954 году под руководством Баишева была организована экспедиция в северо-западные районы Башкортостана. И в 2008 году издан сборник результатов исследования. Четыре говора северо-западного диалекта башкирского языка на уровне фонетики, морфологии и лексики в сравнении с литературным языком подробно описаны в монографии Миржановой «Северо-западный диалект башкирского языка. Формирование и современное состояние». Исходя из территориальных языковых особенностей, язык северо-западных башкир по Миржановой делится на следующие говоры – Караидельский, Таныпский, Нижнебельско-Экский, Ганинский. Кроме этих говоров Рашид Закирович Шакуров выделяет среднеуральский говор. Как нам известно, диалекты отличаются друг от друга по фонетическим и морфологическим признакам. Фонетические диалектизмы подразделяются еще на две группы. Диалектизмы, согласные звуки которых отличаются от литературного языка и других диалектов. И диалектизмы, гласные звуки которых отличаются от литературного языка и других диалектов. Морфологические диалектизмы – это особенные формы грамматических категорий, используемые только в том или ином диалекте или его говре. Например, в аргаяшском говре форма «агайма» употребляется в значении «агаймдар» – «мои братья», то есть обозначает множественное число данного слова. В башкинском языке звуки «вы», 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 «вы» являются специфическими. В нижнебельско-экском, караидельском говрах в языке мензелинских и бугульминских башкир звук «вы» употребляется во всех позициях. В заимствованных словах вместо «вы» употребляется звук «вы». Активную роль формирования языковой картины мира играют антропонимы. Это Республика Башкортостан, Уктюр, Свердловская область, например, так подробности в Продолжение следует... Ифкильды – Бардымский район, Башкултай – Перемский район, Кадыльяр – Куединский район в Пермской области и также Аронимы – Буратау – Ильишевский район Республики Башкурстан, Укты – Таударе – Свердловская область. Фразеологизмы несут важную культурологическую информацию, которая позволяет выявить этнокультурные особенности и стереотипы того или иного лингвокультурного общества. Фразеологический состав говоров северо-западного диалекта башкирского языка характеризует менталитет, психологию, традиции, образ жизни башкирского народа. Также в фразеологизмах отражены нравственные нормы жизни, входящие в семантическое пространство диалектов, что позволяет ясно представить башкирскую языковую картину мира. Например, караэдэльский говор – литературный куанат юнуетов сидит на чемодане, чемоданное настроение. Таныпский говор – шагына катау, литературный шаг катау, асталбинеть, ен кибеу, литературный томак кибеу, сильная жажда. Нижнебельский говор – литературный ен эсил, сильно жалеть, переживать за что-либо. Ганинский говор – кавылылыс, кавылылыс, вспыльчивый, санара като, литературный томак като, сильная жажда. Пословицы и поговорки свидетельствуют о том, что язык как семиотическая система находится в тесной взаимосвязи с культурой. Действительно, в народных пословицах и поговорках запечатлен богатый исторический опыт народа. В ней отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом, культурой, людей, мифами, религии, традициями, фольклором и т.д. Например, таныпский говор – литературный куруэ, литературный куруэ, литературный куруэ, литературный куруэ. Повидать свет – 50 рублей, глотать ветер – 70 рублей. Бяхатлену кунага дырын-дырын – у хорошего человека гости все в один день дружно приходят. Ганинский говор – жилыга – жилан эяра, и змея идет к теплу. Диалектная лексика богата символами, отражающими своеобразие природных условий той или иной местности, особенности быта, менталитета, психологии народа. Внутри диалектные языка дляют такие тематические группы, как земледелие, животноводство, рыболовство, охота, лесные промыслы, постройки, предметы домашнего обихода, национальная одежда, украшения, национальное блюдо, предметы явления окружающей природы и т.д. Среди них особо выделяются заонимы и фитонимы, которые представляют собой значительный в количественном и качественном отношении корпус диалектной лексики, играет особую роль в создании языковой картины мира. Фитонимы – Корайелек, Черника, Кывылелек, Брусника, Мешке, Гриб, Энжи, Улен, Ландыш – это Кыраедельский говор, Андос, Дивесил, Высокий, Бурый, Емешик, Рушина, Сарабаш, Гарисвет, Корабай, Рамаш, Катаныпский говор, Юкагаш, Маладая Липа, Гомбағыш, Патсолнечник, Мешке, Гриб, Зенгар, Чишке, Василок, Нижнебельска, Игский говор, Чишке, Свиток, Экале, Шишках, Войнык, Акпаш, Патснежник, Ганинский говор. Заонимы – Селяусин, Рыс, Сусар, Куница, Юша, Булан, Караедельский говор, Керпе, Ёж, Кауды, Аист, Кейсе, Снегирь, Таныпский говор, Перды, Хариус, Күртлюк, Ульдек, Тырна, Нижнебельска, Игский говор. Особую роль в создании языковой картины мира играет лексика с национально-культурным компонентом значения, отражающая референты, свойственные только данному народу и отсутствующие у народа носители сопоставляемого языка. К лексике с национально-культурным компонентом значения относятся коннотативная, фоновая, безэквалентная лексика. Безэквалентная лексика выявляется на уровне реалий и понятий. В лексиконе носители северо-западного диалекта чаще всего употребляются башкистские национальные блюда, предметы домашнего обихода, национальная одежда, украшения, названия лиц. Например, эйрен, литературный айран, напиток, приготовленный из кислого молока и воды, сыворотка, делающаяся при взбивании масла. Шишара, баурхак, балды, кайнегес, кайнбике, хайке, хасите, это таныпский говор, тепен, красочно оформлена резьбой, узорами посуда с крышкой типа большой кастрюли. Кубете, сыворотка, самая маленькая деревянная чашка, гужная картина для рыболова, нижнебельская, экский говор, беляш, пирог с мясом картофелем, туплюкей, большой пирог из творога и так далее, ганинский говор. Таким образом, в силу специфики языка в сознании его носителя возникает сформированная языковая картина мира, сквозь призмы, которую человек воспринимает окружающий мир. Языковая картина мира отражает национально-культурные специфики мировидения народа-носителя данного языка. Роль диалектов при формировании языковой картины мира велика. Диалектизмы несут важную культурологическую информацию, которая позволяет выявить этнокультурные особенности стереотипа того или иного лингвокультурного сообщества. Изучение диалектов способствует целостному восприятию мира, обогащает лингвистическую науку в целом, дает бесценный материал для исследования в области истории языка, изучения закономерности его развития. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok